МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, готовим совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними и с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и яркими вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы проговорим вопрос экологических акций в районе. Центром этих акций стали многие города Одинцовского района. И в гостях у нас сегодня комиссия, которая непосредственно принимала участие в большинстве из них. Итак, сегодня представляем вам Сармина Сергея Викторовича, председателя комиссии, которая занимается вопросами экологии. Землепользование и природопользование. Здравствуйте. А также Наталья Николаевна Афиногенова, заместитель председателя. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Сергей Викторович. Здравствуйте. Ну что же, давайте начнем. Как к председателю, первый вопрос, конечно, к вам. Что у нас в районе за наплыв вот этих экологических акций и из чего они вообще, говоря, состоят? Ну, наплывом, наверное, сложно назвать, но тем не менее, их есть, их много. И это очень даже радует, что их становится больше с годом, год от года. Вот. Но основные акции какие? То, что приурочено к празднику 70-летию Победы, это посадка деревьев, которая проходила весной, в мае месяце в нашем районе. Их было много, но если отметить особо интересные, особо значимые, то вот, можно сказать, такой посадки деревьев, как у памятника погибшего летчика, летчика Аркадия. Где это находится? Находится это близ деревни Палицы, Ершовское, сельское поселение Ершовское, территория Государственного лесного фонда. Зенегородского участкового лесничества. Там в прошлом году проходила санитарная рубка очага краеда. И при рубке также было выявлено, что... Точнее, не выявлено, местные жители, конечно же, знали об этом. Но когда лесники начали, приступили к работам, то выявилось, что находится памятник. Памятник погибшему летчику. К сожалению, нету никаких данных о том, как его фамилия, как его отчество, в каком году он погиб. Есть скромный памятник, который сделан еще, наверное, во времена Советского Союза. Вот, в советские времена. И абсолютно скромный бетонный памятник с мемориальной табличкой о том, кто там захоронен. То есть, я правильно понимаю, находилась эта мемориальная доска, памятник на территории именно леса? Да, в глубине леса. Рядом находится деревня, недалеко. Местные жители, конечно же, знали. Вот, со слов даже местных жителей говорят, что... Сейчас мы об этом поговорим. Давайте примем сперва звоночек от нашего телезрительного. Да, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Беспокоит вас Никитина Надежда Ивановна, Можайка, 67. Здравствуйте. Миленький, у нас, у детской площадки, мы находимся около Дубра, вырубили деревья. С большим трудом и писали, я дозвонилась, нам посадили кустики. Но кустики посадили совершенно сухие. Короче говоря, сушняк. Ну, план выполнили. И так, в основном, по всему Одинцову. Такая же история, дом Можайка, 42-40. Сажают, сажают, не плевают, ни зачем не ухаживают. В результате все это выдирается. И у нас в городе больше домов, чем кустарников и деревьев. Понятно. Спасибо большое за этот звонок. Ну что ж, давайте на секунду проверим нашу тему. Действительно, раз жалоба возникла. Вам знакомы вообще эти адреса? Что за ситуацию такую нам сейчас обрисовали? Да, знакомы. Вот Наталья Николаевна сейчас озвучила. Прошу, Наталья Николаевна, давайте послушаем. Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что мы неоднократно уже сталкиваемся с этой проблемой. Это не первое обращение. Обращения были еще в прошлом году. И про территорию рядом с КСЦ «Мечта». То есть проблема одна и та же. Что деревья высаживаются, они фактически не поливаются. За год они стоят без ухода, потом они загибаются. На следующий год сажаются новые деревья. Таким образом, люди делают вывод, что бюджетные деньги уходят в какую-то черную дыру. То есть этот вопрос я лично уже поднимала в отделе озеленения и благоустройства территорий администрации города. Ну, в общем-то, мы пока не пришли к консенсусу. То есть это все остается по-прежнему на общественном контроле. То есть когда лично я, например, вижу какую-то проблему, участок локальный, я тут же звоню уже по телефону, по наработкам и докладываю, почему там-то не поливает. Сейчас, кстати, высадили большое количество рассады, цветов вдоль улицы Жукова, Неделина, Бирюзова, вдоль деревьев. У нас, например, со старшей по дому тоже уже были нарекания. То есть спасибо, что были дожди, потому что цветы были высажены. И, в общем-то, поливка, так скажем, была нерегулярна. То есть мы в тот день даже ходили к мэру Гусеву и обращали его внимание на то, что цветы сидят, а вовремя не политы. В общем-то, при нас он сделал звонок, и поливальщикам они сказали, что сейчас мы приедем польем. То есть, получается, вот требуется постоянно какое-то ускорение. Поливальщики, в общем-то, в курсе, но... Ну, всегда нужно ускорение, к сожалению, да. Скажите, ну, есть какая-то, я так понимаю, ведь какой-то механизм работы именно по данному направлению? Ведь, насколько я понимаю, это как раз-таки задача именно вашей комиссии, потому что в ведении экологии как раз-таки ваша комиссия работает. Я бы хотел отметить, что эта задача не напрямую этой нашей комиссии, это задача тех, кто выполняет эту работу. Я имею в виду контролировать эту ситуацию. Ну, как контроль, общественный контроль, и, конечно же, принимая вот такие жалобы, конечно, да, мы этим занимаемся. Но решить данный вопрос без помощи, скажем так, администрации города, без обращения в ту организацию, которая занимается непосредственно этим, порой бывает сложно. И просто одним звонком, скажем так, в ту организацию, которая непосредственно этим занимается, скорее всего, можно и не решить. Как правило, требуется личная встреча, поездка именно туда. Если вы давайте вот прямо по конкретному вопросу, то есть действительно сейчас звонок был, будут какие-то вот с вашей стороны шаги именно вот по данному адресу, по данной ситуации? Да, конечно же, будут. Они уже есть, то, что Наталья Николаевна сейчас озвучивала. И как раз и по этому данному адресу уже было обращение, уже вопрос, в принципе, находится и на контроле, и пытаемся его решить. Уважаемые телезрители, напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать свой вопрос представителям общественной палаты Одинцовского района. Ну что же, Сергей Викторович, давайте вернемся к нашему вопросу. Посадки, мемориальные посадки леса, которые проходили на месте, я так понимаю, ну, либо захоронения, либо погибшего летчика. Я задавал вам вопрос насчет именно расположения. Вы говорите, что это, в общем, территория лесная была, то есть никакого обустроенного там подъезда, никакого не было. Совершенно правильно, да, вы говорите. Я прошу прощения, у нас еще один звонок, никак не можем мы сегодня перейти к этой теме, но я уверен, еще время у нас найдется. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да-да-да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в бульвар Люба Новоселова, дом 10, старый, кирпичный. У нас с одной стороны детская площадка там на несколько домов, а вот с нашей, с этой стороны, вот со второго подъезда. Устроили просто стоянку машин. И потом заборчики, если у других домов, я смотрю, такие хорошенькие заборчики, а у нас, по-моему, собраны с какого-то хлама. Понимаю ситуацию. Люба Новоселова, дом 10, правильно? 10, да, кирпичный, старый дом. Ну, смотрите, это, к сожалению, насколько я могу судить... Он 66-го года существует. Насколько я могу судить, это, к сожалению, не тема вот именно сегодняшней нашей передачи, но мы передадим ваше заявление, ваши контактные данные в комиссию, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Хорошо. Я надеюсь, что они вам, да что там, уверен, что они вам позвонят, вы с ними обсудите данную ситуацию, я надеюсь, что они смогут вам как-либо... Хорошо, спасибо. Ну что ж, давайте все-таки вернемся, да, к данной ситуации. Итак, подъездов нет, ничего нет, в лесу внезапно стоит памятник, и получается, если не жук-караед, то, в общем-то, о памятнике забыли уже. К нему, конечно, был подход в виде тропинки, то есть на машине... Вы не прыжок-караеды, я надеюсь, сейчас вы правы. Нет, я имею в памятник, про прощения. Тропинка была, почему и говорю о том, что местные жители, они знали об этом памятнике, и, в общем-то, информация была исчерпана еще, то, что мы знаем, это как раз из рассказов местных жителей. Но, к сожалению, нет информации, повторяюсь, что нет информации о том, какая у него была фамилия у этого летчика, как его отчество, в каком году он погиб, числится ли он в списках погибших, опять же, невозможно узнать, потому что известно только лишь его имя. Но, тем не менее, памятник есть, захоронение, со слов местных жителей, действительно, имеет место быть данное захоронение военного летчика. После того, когда было вырублено в прошлом году, вот в этом году, значит, решили посадить там именно такую мемориальную посадку не елей, не сосны, а именно лиственные деревья, это дубы. То есть было высажено 550 дубов на этой площади. Площадь составляет 0,7 гектара. Оставили проезд специально, чтобы в будущем, то есть надежда, конечно, есть, что все-таки дубы все примутся, в этом я уверен практически, на 100%. И чтобы можно было и проехать туда, к этому памятнику, подойти. Также хочу отметить, что в этой посадке принимали участие не только наша комиссия, а принимали участие сотрудники лесничества, Звенигородского лесничества, Мособллеса, сотрудники Звенигородского филиала Центра лесхоза. Всего было порядка 30 человек. Многие сотрудники приехали с детьми, то есть это был еще один приятный такой момент, что дети участвовали в этой посадке. Скажите, а местные жители принимали участие? Ну, к сожалению, нет, потому что проходила данная посадка в рабочий день, это было 7 мая, то есть у всех было предпраздничное, предпраздничные приготовления различные, также кто-то может быть участвовал в других мероприятиях, поэтому среди местных... Ну, я так понимаю, по большей части все находились на рабочих местах своих... Ну, конечно, это было днем, в рабочий день, вот, поэтому... Так, но местные жители об этом знают, я думаю, что они очень благодарны тому, что данная акция прошла, данная посадка состоялась. Я думаю, это не последняя акция на данной территории и будет еще возможность... Кстати, хочу отметить, что данный памятник сейчас со стороны лесничества будет включен в специальный реестр, и за ним будет проводиться ежегодный уход за данной территорией и за данным памятником. Скажите, а будет какая-то работа проводиться по все-таки установлению личности данного летчика? Ведь, насколько мне известно, есть ли там имеется захоронение, то есть, имеется какой-то генетический, может быть, материал, по которому можно будет выяснить личность этого человека? Ну, вот, со стороны нашей комиссии, значит, мы обращались, так как у нас есть комиссия, знаете, по патриотизму, да, общественной палате. К тому же, Антон Кузнецов, который является, как председатель, да, правильно, поискового отряда, руководителем поискового отряда Китиш. То есть, мы обращались к нему с таким вопросом, что можно ли как-то установить, но, наверное, все-таки им это будет легче сделать, потому что это непосредственно то, чем мы занимаемся. Ну, то есть, взаимодействие внутри уже самой общественной палаты налажено по данному вопросу. Как будет это установлено, пока, мне, конечно, сложно сказать, это все-таки немножко не наш профиль. Не наш профиль, да. Но надеемся, что, может быть, все-таки наши коллеги, у них что-то получится выяснить, действительно, вот далее установить, если будет выяснено, то установить, конечно же. Чтобы, знаете, данная акция еще и судьбоносный такой характер носила. Но, насколько мне известно, это была не единственная подобная акция по лесным посадкам. В том числе, не так давно имела место акция всероссийского масштаба под названием «Лес Победы». И, уважаемые телезрители, я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет именно на эту тему. Все 16 поселений Одинцовского района приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы». На первую площадку, участок площадью около 20 гектаров у деревни Дунино, приехало более тысячи волонтеров. Среди них общественники, студенты, активисты, экологи и представители администрации каждого поселения. Например, глава больших везем, несмотря на то, что отмечал в субботу свой день рождения, также вместе со всеми решил оставить живую память для потомков – высадил несколько сосенок. Просто обязан был сюда выйти. И для меня это большая честь, что в мой день рождения сажается этот замечательный Лес Победы на месте вот этих вот, к сожалению, погибших деревьев. В ближайшие несколько лет мы увидим уже молодой лес. С помощью меча Колосова вручную создавали специальные борозды, в которые бережно опускали сеянцы. За несколько часов работы добровольцы высадили свыше 60 тысяч двухлетних сосен. Осенью прошлого года, когда началась акция Лес Победы, в одном из первых мест, где сажали лес, было найдено захоронение неизвестного солдата. После этого появилась традиция сажать лес в честь погибших воинов. Мы сажаем в честь 144-й стрелковой дивизии, которая обороняла Звенигород. На вторую площадку в село Иславское из Одинцова прибыла делегация ветеранов Великой Отечественной войны. Их сопровождали школьники и представители историко-патриотического клуба «Генерал». В начале участники Всероссийской акции во главе с Андреем Ивановым возложили цветы к мемориалу погибшим односельчанам. Затем районный руководитель вместе с отцом высадил семилетние сосны в сквере местного Дома культуры. Да, действительно, эти деревья вырастут. Их, может быть, уже через 30 лет будет не обхватить. На них, я уверен, те же таблички будут висеть наши с 2015 года. И они пронесут все то, что мы чувствуем по отношению к нашим ветеранам. Поэтому очень важная, знаковая акция. Особенно она важна для подрастающего поколения. Основная идея акции «Лес Победы» в честь каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны – посадить саженец. Тем самым отдать дань уважения и почтить память героев фронта. Ведь каждое деревце – это олицетворение защитников Отечества. Слава и доблесть которых корнями прорастет на нашей земле и будет жить вечно. Ну что же, вот такая акция прошла не так давно по всей стране, в том числе и в Одинцовском районе. Сергей Викторович, я так понимаю, вы присутствовали на данном мероприятии. Ну, расскажите, как все проходило, какие итоги, какие результаты? Да, присутствовали. Наша комиссия практически в полном составе присутствовала. Но не только наша комиссия и практически вся общественная палата. Достаточно много было людей. В общей сложности было около тысячи человек присутствовало на этой акции. Сложно перечислить всех. Это и лесничество, и институт пограничников. То есть, ну, много очень людей было. Администрация. Администрации. Многие администрации по Одинцовскому району приезжали автобусами с детьми. То есть, это было, ну, по сути, праздник. Нашествие. Да. Экологическое нашествие. С утра и погода вроде бы немножко не жаловала. Но главное, не вытоптали все, что посадили? Нет, конечно, не вытоптали. И в общей площади вот 20 гектар было посажено 64,5 тысячи саженцев сосны. Именно сосну сажали в этот день? Да. Именно сосны. Двухлетние, двухгодоваловые сеянцы сосны. Будем ожидать хороших результатов. Всходом. Всходы уже, так говорится, есть. Будем считать, что... Экологические всходы. Надеяться, что все приживется. Ну, в этом я тоже уверен, потому что погода позволяла, чтобы все прижилось. Скажите, опять же, очень любопытно, принимали ли местные жители участие в данной акции? Да, местные жители на этот раз были, конечно, потому что это очень освещалось широко. К тому же это проходило в субботний день. Кто были рядом, находятся коттеджные поселки, там недалеко. А это территориально где находилось? Территориально где находилось? Близ деревни Дунино. На месте. Да, близ деревни Дунино. Это Хлюпинское участковое влесничество. Но еще хочу сказать, почему именно там и посадка им никого называлась. То есть какое было дано имя? Имя было дано 144-й дивизии, стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта. Почему именно ей? Это потому что в 1942 году при обороне Москвы именно в этом месте стояла данная дивизия. Далее, конечно, у нее большой военный героический путь. Но вот именно в то время, именно в этом месте она стояла на обороне Москвы. Скажите, пожалуйста, какой непосредственно был инструмент у вас информирования людей о данной акции? Как вы рассказывали, через какие средства о том, что в этот день вот такой вот праздник фактически экологически будет проходить? Ну, были задействованы, в общем-то, практически все, наверное, средства массовой информации. Также администрация. Администрация района принимала активное участие в организации данного мероприятия. Поэтому через свои взаимоотношения с главами администрации поселений была передана информация. Ну и также это интернет, телевидение. Я так понимаю, вы сейчас говорите о средствах социальных сетей через группы ВКонтакте, Фейсбук и так далее. А в каких вообще социальных сетях, кстати говоря, общественная палата нашего района представлена? В Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер. Твиттер, да? В Инстаграм пока вы только собираетесь. Понимаю. Расскажите, какие еще все-таки акции, кроме посадок деревьев экологического характера, проходили в районе в последнее время? Так, ну, наверное, сложно будет перечислить все. Слово второму микрофону можно дать. Давайте, я так понимаю, Анатолий Николаевич, на вас так мы дозначительно поглядываем. Нет, просто там немножко назвать акции, наверное, сложно, но именно вопрос по спасению, экологическому спасению наших деревьев, да, которые окружают город Одинцово. Ну, Наталья Николаевна, сейчас более-менее. Давайте Наталье Афина Агеновой дадим слово, заместитель председателя комиссии. Ну, рассказывайте. Для начала я хочу обратиться к телезрителям и напомнить о том, что раз в месяц наша комиссия проводит приемные дни по адресу Молодежная, 18, общественной приемной, значит, третья пятница каждого месяца с двух часов дня. То есть, как правило, мы получаем обращения только путем интернета или звонков на горячую линию. Очень приятно было бы пообщаться воочию, выслушать детали, подробности, увидеть самих граждан. То есть, ускорить вот этот наш мониторинг и обмен опытом. Дело в том, что короткое время назад у нас состоялась долгожданная встреча за зам руководителем района администрации Байрамовой Натальей Юрьевной. Она возглавляет отделы экологии при районной администрации. Мы очень долго просили, потому что у нас накопился огромный объем материала, который уже не может обслужить, так скажем, район городской отдела зеленения. То есть, это реально районного масштаба проблемы. Наша встреча прошла очень конструктивно. Мы имели договоренность о совместной дальнейшей работе. Мы планируем провести рейд по горячим точкам совместно с Натальей Юрьевной. Ну и она готова принимать посильное участие, принимать помощь, в общем, оказывать. То есть, мы очень, в принципе, довольны. То есть, потихоньку, шаг за шагом наша комиссия... Взаимодействие налаживается уже с другим уровнем. Да, взаимодействие, взаимопонимание. То есть, уже как бы у нас теплые отношения. То есть, мы друг о друге знаем. Теперь осталось только работать в цепочке вместе. Поэтому, дорогие граждане, пожалуйста, приходите, мы вас всегда ждем. Готовы выслушать. И возвращаясь к теме наших экологических акций. Да, касаясь наших акций, ну, наверное, стоит сказать тоже об очень интересной акции по сбору макулатуры, которая прошла в рамках эко-марафона с 22 апреля по 31 мая. Эко-марафон Московской области под лозунгом «Сдай макулатуру, сбереги дерево». А она проходила, я так понимаю, акция именно в городе Одинцово или по ряду поселений городских? Это все-подмосковный марафон. Значит, акция в Одинцово прошла 29 апреля. С 29 апреля по 8 мая она длилась. И еще 21 мая прошла акция в городе Голицыно. Ну, и интересно, сколько вы за эти дни набрали? Значит, собрано было со стороны, так скажем, Одинцово и всех, кто принял участие до 8 мая, я дальше назову, кто принял участие, 7,5 тонн макулатуры. А Голицыно следом нам добавило 3,5 тонны макулатуры. То есть, в общем, в целом 11 тонн макулатуры, получается, было набрано за один? Да, то есть, учитывая то, что приглашение к участию нам было прислано организаторами достаточно поздно, то есть, у нас не хватило, не было объема времени оповестить всех полноценно, оповестить все школы, все предприятия, какие-то коммерческие офисы и так далее. Но при этом, я считаю, что отклик поразительный. То есть, люди добровольно, активно, очень быстро, так сказать, сгруппировались. Скажите, а какого все-таки рода литературу сдают? Вот больше всего интересного. Ну, школы приносили какие-то просроченные, может быть, морально устаревшие учебники, было очень много, тетрадки, дневники с двойками, естественно. Дети использовали, я так понимаю, ситуацию. Да. Вот. Пенсионеры участвовали. Вот хочется особо отметить двух активистов. Это Новожилова Наталья Георгиевна, ветеран труда, труженица тыла, просто деликатнейшая женщина, интеллигентнейшая она принесла. Ну, пенсионеры в основном газеты, то есть подшивки газет, которые внимательно читают, включая «Одинцовскую неделю», «Новые рубежи», прочитывают, потом сказали, что мы готовы сдавать и дальше, почаще устраивайте, пожалуйста, эти акции. Вот. Еще раз возвращаясь к участникам, это первый пришел детский сад номер 79, потом потянули школы, вторая, третья, четвертая школы заказали вывоз, потому что они сдали большой объем, около полутора тонн, по-моему. И другим словом, и старым латом у нас участвовали в акции. Да, да, да. И, в общем-то, было много частников, также поучаствовали волонтеры общественной организации раздельных сборов «Одинцового мусора». Они тоже привезли какой-то объем. И, конечно же, в финале, перед заседанием своим, наши общественники, все члены общественной палаты, они один за другим, в общем-то, привозили тоже машинами. Вот. То есть отклик был поразительный. И огромное спасибо администрации, опять-таки, Одинцовского района, которая впервые позволила легально, фактически, напротив окон главы, провести эту акцию, то есть вот с этими вторсырьем, потому что мы достаточно давно ходили за ними, умоляли. Пожалуйста, давайте будем внедрять хотя бы на уровне пропаганды, потому что отклик уже по акциям волонтерским есть. Давайте все-таки расширяться и... Ну что же, будем следить за вашими успехами, будем ездить на ваши мероприятия, а потом будем о них, конечно, рассказывать. Я благодарю, что вы к нам сегодня приехали и нашли время поговорить об этих вопросах. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили об экологических акциях в Одинцовском муниципальном районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, задавайте их, постараемся вместе со всем разобраться. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты района или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.